Всем привет! Сегодня уже 11 июня. Вроде бы лето, но у нас очень холодно. Днем максимум 15-17 градусов тепла. Каждый день идет дождь в течение, наверное, недели. И совсем нет солнца. Знаете, такая зеленая осень. А это открывается вид с открытой веранды на мой цветник. Помните, который я создавала в прошлом году? Нет погоды, чтобы снять. Показать растение, как же все перезимовало. Как что сейчас растет. Цветник уже практически год. Как только настроится погода, сразу же буду снимать. Покажу вам. Некоторые цветы, конечно, уже отцвели, но некоторые только зацветают. От открытой веранды здесь тоже у меня цветы высажены в кашпо, в горшки. В этом году у меня небольшое количество. Так складываются обстоятельства. Вкратце вам покажу. Вынесла из дома денежное дерево, долларовое дерево. Ведь это деревце формирую я. Такое довольно-таки красивое. Это здесь бесформенное существо. Выглядит довольно-таки хорошо, несмотря на то, что очень холодно. Причем ночью еще холоднее у нас. В горшок высадила, ой, как он называется, по-моему, алисум. Если я не права, поправьте меня. Такой мне нравится беленький. Люблю обычные сорта пеларгонии. Такого красного, даже насыщенного цвета. Подбила я лобелий. Лобелий у меня в этом году выращенный семян. Серия ривьера. Очень мне нравится эта серия. Красивые кусты. Замечательно. Розовое и белое. Это королевское. Подбито тоже розовой и белой лобелий. Цветет замечательно. Какая красота. Все мокрое, видите, от дождя. Это тоже обычная пеларгония белого цвета. Я уже соцветия первая срезала. Отцвела. И вот бутоны набивает. И подбила такой фиолетово-синий лобелий. Тоже ривьера красивая. И лобелий также высадила сюда вот в разбитый горшок. Но я потом подробно покажу, когда буду снимать цветник. Здесь тоже алису. И высадила одно растение. Это петуния. Петунию в этом году я не выращиваю. А это меня угостили. Соседка угостила. Три кустика петунии. Вот уже набивают бутончики. Петунию я, вы знаете, если смотрите мое видео, я не прищипываю. Здесь в вазонах высажена тоже обычная пеларгония. Белая и красная. Подбита колиусами. Это все черенки растений, которые я выращивала зимой. И высадила сюда. Здесь просто колиус такой цветной. Также уже тоже набивает бутоны. Это обычная пеларгония. Красная и белая. Колиус. Это колиус я покупала у коллекционера, у сотрудницы. У нее более 100 сортов. Вот приобрела вот такие маленькие черенки. Это один сорт. Я не помню название. А это вот второй сорт. Это такие колиусы малыши. Они и мини-мини, они прям такие маленькие. Высадила их сюда, потому что они маленькие. Может, потом рассажу. Очень красивые. Это плющ тоже вытащилась дома. Здесь растут фукси. Это сорт Лени Эрвин. В прошлом году он у меня цвел, перезимовал хорошо в погребе. И сейчас вот потихоньку два куста у меня обрастают. Долго, конечно, но я эти два кустика хочу высадить в открытый грунт попробовать. Потому что до этого я только в горшках выращивала. Попробую, как он будет себя вести в открытом грунте. Дальше это прям очень тяжело обрастает. Уже перезимовал черенок, но растение Ле Кампанелла. Но обрастает потихоньку. Здесь по две стороны у меня корзины стоят с двух сторон. Здесь и здесь. Сюда я выставила горшочки. Замульчировала мхом. Это тоже фукси. Сорта все разные, подписанные на бутонах. Это молодые, можно так сказать, растения, черенки. Вот. Смотрите, как цветет. Это сорт Ватерпост. Замечательный. Мне он очень нравится. Это такие небольшие соцветия. Небольшие цветочки. Компактные, не махровые. Но цветет очень красиво. Вот так выглядит композиция в корзине. И по эту сторону тоже фукси. Молодые черенки. Смотрите, какая нежнятина. Это сорт. Нет, сейчас я не увижу. Ну, подписано у меня. Вот он. Все на бутонах. Все на бутончиках. Все будет сейчас здесь. Будет облако цветов. И такая простушка тоже. Без названия. Фукси цветет. Без устали. Красотка. Это наши котятки. И вот вторая риска. Так, это еще два кустика петуньи. На бутончика. Скоро-скоро будет свистеть. Это простые георгинки однолетние. Типа веселых ребят. Но сорт называется жаворонок. Тоже высадила сюда в горшок. На ступеньках оставила. Здесь у меня высажена мята. Шоколадная. И мохито. Еще я видео начала снимать. Хотела вам похвастаться. Потому что я сегодня купила две новинки. Поставила себе стул. Чтобы удобно было вам рассказать. Для своего цветника. Купила две крупнолистные гортензии. У меня есть одна крупнолистная гортензия. Я ее высаживала в прошлом году. В открытый грунт. И это серия бесконечное лето. Отлично она перезимовала. Конечно же с укрытием. Вовсю цветет. Более подробно как накрывала я расскажу в обзоре о цветнике. Но сюда кадры вставлю. Как на данный момент она выглядит. Цветет. Замечательная гортензия. По крайней мере эта зима была суровая у нас. До минус 32 градусов. И отлично она у меня перезимовала. Сохранила и прошлогодние цветочные почки. И на новых уже начала цвести. Итак. Это крупнолистная гортензия. Серия Solong. Я много про нее читала. Захотелось. Эта серия тоже ремонтантная. Не так давно она на рынке. Вышла по-моему на 2017 году. И в этой серии, если можно так сказать, наверное три вида есть. Вот два вида я нашла. Был бы третий. Купила бы еще и третью гортензию. Просто в питомнике. Вы знаете, я проехала много питомников. И Solong серию нигде не нашла. Она не продается. И только увидела в интернет-магазине. Сделала сама вывоз. Оплату я делала по факту получения. Потому что я интернет-магазины вообще боюсь. Потому что не очень хорошего качества. Я должна сначала увидеть, потом заплатить деньги. Но в принципе, качество крупнолистной гортензии неплохое. Не сказать, что на пятерку. Но на четверочку идет. Это, как они написали, двухлетние саженцы. В трехлитровом горшке. Видно, что двухлетние. Потому что есть одревесневшие стебли. То есть это не черенки этого года. И очень много идет, видите, из земли новых отростков. То есть, в принципе, растения выглядят неплохо. Поэтому выкупила, привезла сегодня. И теперь радуюсь. Вкратце хочу рассказать, почему мне понравилась эта серия Solong. Эта серия была именно выведена для нашей климатической зоны. Это средняя полоса России. Где есть минусовые температуры. И чтобы сохранилось при этом качество повторного цветения именно этой гортензии. Как я сказала, что это ремонтантный сорт. Морозостойкость у нее до минус, по-моему, 25. Но это не означает, что ее накрывать не нужно. Конечно, укрытие обязательно. Она небольшого размера. Компактная. Метр двадцать у нее высота. Ну и примерно такая же ширина. Вот соцветия довольно-таки крупные. Я приобрела Solong Sunny. Компактный куст. И у него, знаете, мне что понравилось, что цветение у него оригинальное. Лимонно-желтый, переходящий, в общем-то, в розовый. Такой сложный цвет. Ну и лепесточки мне понравились, что они такие гофрированные. Цвет очень сложный. Так его, знаете, не опишешь. И также второй. Это Solong Rosy. Точно такой же куст, как сани, только ярко-розового цвета. Есть еще один сорт. Сейчас название точно не скажу. Эбон Монмар как-то называется. Этот вид, он именно может менять окраску цветов. Там с розового до голубого, в зависимости от кислотности почвы. Но этого вида как раз не оказалось. Вот только эти два. Так что у меня новое приобретение. То, что я хотела. И хочу вам показать сейчас, куда я буду высаживать эти две гортензии. Дождь сейчас успокоился. Можно поснимать немножко. Смотрите. Здорово. Это лаванда. Лаванда выращена мной из семян в прошлом году. Так. Вот смотрите. Это у меня гортензия крупнолистная. Бесконечное лето. Здесь сосна горная, карликовая. А здесь у меня высажен тимьян ползучий. Вот как раз сегодня я хочу эти две полянки убрать. Высадить сюда два куста гортензии. То есть один куст будет здесь. А другой вот здесь. Чуть-чуть подальше от ванилла фрайс. Вот где-то там. И где-то здесь. В общем, пока не дождя. Буду убирать эти полянки. А уже завтра с утра я буду высаживать кусты гортензии. Я вам постараюсь показать. Вот мои коты вышли. Кошка и кот. Так вот. В общем, до завтра. Итак, доброе утро. Сегодня уже 12 июня. Я вас всех поздравляю с праздником. Сейчас раннее утро. Погода в принципе хорошая. Самое главное, нет дождя. Нет вообще ветра. Такая тишина. Птицы только поют. Очень сильный туман. Я хочу сейчас высадить крупнолистную гортензию. Я подготовила уже вечером поздно посадочные ямы. Две. Я говорила, что буду полностью убирать эти островки из ползучего чабреца. Но решила, часть всего лишь убрала куском. Там, где будет располагаться именно гортензия. Между прочим, очень даже нелегко убрать этот чабрец. У него корни просто как паутина, как сетка в земле. И пришлось прям постараться. Ну и так. Вкратце прям хочу рассказать, как буду высаживать. Яма посадочная. Я не делаю ни глубокую, ни широкую. Здесь у меня ширина сантиметров 40 и глубина сантиметров 20. Я считаю, что этого будет достаточно. Для компонентов для высадки гортензии я использую уже... На всех гортензиях это проверено. И на всех хвойных растениях. У меня их в саду очень много. И хвойных гортензий. Гортензий, наверное, уже больше 10 сортов. Ну, в общем, для состава использую кислый торф, агробалт. Он без примесей, я имею в виду, без минеральных удобрений. Это, знаете, я покупаю такие трехсотлитровые брикеты. Это вот зеленого цвета. Это кислый торф. Потом обязательно хвойный опад. Это перепревшее дерево, перепревшая кора, перепревшая древесина хвойных деревьев. Это еще с прошлого года у меня все осталось. Также понадобится еще мне для мульчирования это мох. Хвойного опада маловато. Я потом попозже, наверное, завтра съезжу в лес для мульчирования. Это я буду добавлять непосредственно в лунку. Итак, вот здесь точно такая же ямка посадочная. Вот я сейчас добавляю торф. Вот на такую ямку это 6-7, скорее всего, литровое ведро торфа. 7, наверное. Затем добавляю это 20-литровое ведро. Пол ведра буду добавлять перепревшей древесины хвойных деревьев. Так. И такое же ведро 20-литровое. Это хвойный опад. Половина. Это на одно посадочное место. И сейчас это я все буду перемешивать с моим родным суглинком. То есть у меня земля, а здесь родная суглинок. Сейчас я его покажу. Сейчас я его покажу. Все, посадочная яма у меня готова. Хорошо перемешанная. Я не буду поливать, потому что очень сырая земля. Я просто потом полью. Так, сюда я высаживать буду солонг розовый. Розе, то есть все правильно. Так, посмотрим корневую систему. Ну, корни довольно-таки приличные. Видите, не сильно они здесь заросшие. Образовалось кольцо. Достаточно хорошее. В общем, в принципе, корни отличного качества. Я все равно слегка расчесываю ком земляной. Растение посажено в хороший торф с перлитом, видно. В принципе, качество саженца неплохое. Мне понравилось. И не сказать, чтобы я его, знаете, прям задорого купила. Цена адекватная. Все, и высаживаю. Слегка приминаю. Я сильно не заглубляю. Так, слегка. Чтобы здесь еще не повредить уже, видите, отростки, которые молодые выходят. Растение такое бледненькое. Но ничего, за эти дни дождливые. Я думаю, она очень хорошо приживется. Так, все. Так как у меня нет лишнего хвойного опада, я буду мульчировать мухом. На днях я привезу хвойный, поэтому сделаю как надо. А пока у меня будет мух. Мульчирую я обязательно все растения, в особенности хвойные, гортонзии. И обязательно я еще полью. Примерно по пол ведра под каждое растение я волью. Все, гортензии посажены. Смотрите, какая красота. Конечно, лист сейчас очень светлый. Он даже, знаете, немножко салатовый. Но ничего, через недельку она оклемается. У нас будут идти дожди. Она прирастет хорошо. Вы заметили, что я не добавляла никаких удобрений. Особенно минеральных. Я ими не пользуюсь. Через три дня я буду просеивать свой биогумус от червей старателей. Раздвину мульчу. И заложу сюда, прям поверху, 3-4 хороших горсти биогумуса. Закрою мульчой, полью все. Это все удобрения. Конечно же, привезу из хвойного леса хвойный опад. Замульчирую очень толстым слоем. У меня все, видите, все хвойные гортензии, мульчированные хвойным опадом. И через недельки-две пролью подкисленной водичкой. Вот весь и уход у меня будет за гортензией. Все буду смотреть по состоянию. Посмотрим, что и как. Это и мои красавицы будут теперь расти. Вот она, вторая. Утро просто чудесное. Нет ветра. Тишина. Боют только птицы. Я надеюсь, что скоро, ну, на следующей неделе, скорее всего, выйдет видео по цветнике. Я желаю вам всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Продолжение следует...